В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Судьба Дома культуры поселка совхоза имени Ленина обсуждалась на заседании комиссии по местному самоуправлению. Посмотреть возможность начать процедуру передачи бывших государственных зданий назад и из правительства. Новые спортивные площадки в детском саду «Улыбка». Жители Булатникова отметили юбилей поселения. Удивились, что праздник так клоуно, приятно, в каждой подарке шарик каждый. Судьба Дома культуры поселка совхоза имени Ленина обсуждалась на заседании комиссии по местному самоуправлению, бюджета и налоговой политике, экономике, нормотворческой деятельности и этике. В адрес комиссии поступило обращение депутатов и лидеров общественного движения за совхоз, за людей, за достойное будущее Александра Баюклина и Марии Гаевской, которые считают, что учреждение культуры сможет в будущем выполнять свои функции лишь в том случае, если будет передано муниципалитету. Продолжит тему Татьяна Брылова. Главной темой заседания стало обращение депутатов и лидеров общественного движения за совхоз, за людей, за достойное будущее Александра Баюклина и Марии Гаевской. Александр Васильевич считает, что будущее поселка зависит от решений сегодняшнего дня и что местный Дом культуры должен перейти в муниципальную собственность. Рассмотреть возможность начать процедуру передачи бывших государственных зданий назад в муниципалитет. Александр Баюклин аргументировал свое предложение, рассказав о том, какая ныне ситуация в поселке. Он считает, что передать муниципальной власти необходимы не только Дом культуры, но и другие объекты инфраструктуры. Мы выяснили, что в поселке Саркозе и Мирина, оказывается, все принадлежит завод. Тротуары, зоны, здания, все. И в том числе и Дом культуры. Глава муниципалитета поддержал предложение, касающееся передачи Дома культуры. Я абсолютно согласен, что в 99% случаев, а это, наверное, и есть тот самый 1%, все эти социальные объекты, зарабатывать на них мы прекрасно понимаем невозможно, ни один из этих объектов не способен зарабатывать даже на свое содержание, потому что всегда это датируется, субсидируется из местных бюджетов. Все эти объекты передаются в муниципальную собственность и, соответственно, выполняют свою социальную функцию. Алексей Спаский сказал, что в ближайшее время будет подготовлено обращение в ЗАО «Совхоз имени Ленина», отметив, что, к сожалению, в одностороннем порядке принять в муниципальную собственность сегодня объект невозможно. К слову, многие депутаты высказали свою позицию по данному вопросу, которая в целом совпадала с мнением главы муниципалитета. Судьба Дома культуры не случайно вызвала беспокойство депутатов. Совсем недавно был прецедент, когда прямо во время мероприятия его участников вынудили покинуть помещение. Очевидно, под воздействием третьих лиц была включена сигнализация пожарная, потому что, как видим, задымления нет. Спустимся на улицу, сейчас через первый этаж увидим, что также опасности для жизни присутствующих нет. Поэтому, ну, провокация очередная. Все, опасность миновала, можно заходить? Нет. Почему? Сказали, что нельзя. А кто сказал? Павел Николаевич Грудини. Сегодня очередное мероприятие школы ЖКХ, которое очень ждут жители поселка, находится под угрозой срыва. На сегодняшний момент мы получаем отказ от зала совхоза о том, что… Ну, они не хотят, чтобы выделить мероприятие, хотя оно абсолютно на общественных началах, для жителей, носит оно характер просвещения. Дом культуры поселка совхоза имени Ленина был построен в середине 70-х годов. Это здание площадью 3,5 тысячи квадратных метров, имеет большой спортивный и концертный залы. На протяжении всех лет своего существования Дом культуры был отличным местом для творчества жителей, работы с детьми, больших культурных и спортивных мероприятий. Начальник территориального управления Моисей Шумаилов, который долгое время руководил культурой муниципалитета и хорошо знаком с историей и самим ДК поселка совхоза имени Ленина, рассказал, что когда все муниципальные объекты культуры начали ремонтировать, данное учреждение оказалось в проигрыше. Павел Николаевич решил все-таки отремонтировать и обратился в суд, так что раз вы пользуетесь, отремонтируйте за свой счет. Но муниципалитет не имел права тратить бюджетные деньги на ремонт этого здания, и все же часть работы администрация тогда взяла на себя. Мы договорились с главой, на тот период Васильевича, что движимое имущество мы закупаем, недвижимое имущество, то есть Дом культуры, капитальный ремонт ремонтирует в зал совхоза имени. Мы закупили на 10 миллионов оборудование, это аппаратура вся, какой-то, так сказать, часть мебели и так далее. Лидер общественного движения Артем Грудинин полностью поддерживает своих соратников, считая важным сохранить здание как учреждение культуры. Если, например, Дом культуры будет принадлежать администрации района, и всегда будет муниципальный бюджет, тогда всегда детские кружки будут работать, всегда детские секции будут работать, и люди беспрепятственно смогут проходить в то место, куда они привыкли. Инициативу, обсуждаемую на соседании, поддержали большинством голосов. В случае передачи здания ДК Ленинскому городскому округу оно будет полностью на балансе муниципалитета, а значит, будет иметь возможность финансирования, а главное – сохранить свое предназначение, быть культурным центром поселка. Ну и судьбу остальных объектов инфраструктуры необходимо решить. В 2020 году все контракты по содержанию имущества, которые не являются муниципальной собственностью, действуют во времени. И уже сегодня не власть, которая ранее допускала нецелевое использование бюджетных средств, финансируя содержание этих объектов, и детские спортивные площадки, и тротуары, и дорожки, и газоны – все это не объекты муниципальной собственности. На эти цели бюджет сегодня не намерен тратить деньги. Все это приведет к скорому разрушению облика поселка, а значит, требует принятия конкретных решений. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ. Сразу три новых спортивных площадки появились в детском саду «Улыбка». Теперь у воспитанников и воспитателей дошкольного учреждения будет прекрасная возможность разнообразить занятия физкультурой на открытом воздухе. В рамках подготовки образовательных учреждений к новому учебному году на территории детского сада номер 5 «Улыбка» были отремонтированы спортивные площадки. Теперь у воспитанников появилось целых три зоны для занятий физкультурой. Площадки современные, с хорошим покрытием. Нас это очень радует. Детям интересно заниматься на таких площадках. А если детям интересно, то и взрослые получают удовольствие. Большая многофункциональная спортивная площадка – почти мини-стадион. Здесь ребята могут играть в футбол, баскетбол, волейбол и даже постигать азы большого тенниса. Еще это прекрасное место для соревнований и праздников. На площадке предусмотрены места для зрителей. Она очень классная и впечатляет вид. На ней очень просто тренироваться. Мы отбивали мячик, подбрасывали мячик. Мы ходили по линейке. Мы строились кругом. Появилось намного больше возможностей для того, чтобы заниматься и качественно заниматься с детьми физической культурой, чтобы прививать им к любовь к физической культуре и спорту. У детского сада есть своя футбольная команда, которая неоднократно принимала участие в городском первенстве. Теперь у юных спортсменов появилось отличное место для тренировок. Его уже успел оценить Тимофей Казаков. Мальчик три года занимается футболом. Я люблю эту площадку и мой детский сад. Я люблю заниматься футболом. Очень давно занимался баскетболом. Да еще был маленьким. Еще одна площадка для занятий легкой атлетикой. Здесь малыши учатся бегать. Также тут расположен сектор для метания снарядов. Мне площадка очень нравится. Можно, надо поблагодарить, кто ее сделал. Мы тут хорошо очень занимаемся. Я тут в первый раз. Так что мне тут очень нравится. Сдавать нормы ГТО можно с шести лет. Попробовать свои силы дошколята могут на спортивной площадке, предназначенной для выполнения нормативов первой ступени комплекса. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Подарки к новому учебному году получили юные члены Ленинск в обществе инвалидов. Школьные ранцы, предметы для творчества – все это пригодится ребятам с приходом 1 сентября. Акция «Соберем детей в первый класс» стала доброй традицией в обществе инвалидов. Благодаря поддержке администрации Ленинского городского округа мы много лет забираем детей в школу. Мы покупаем красивые качественные рюкзаки, констовары. И также мы помогаем собрать детей в школу тем семьям, которые нуждаются в этой помощи. В этом году для школьников помогли приготовить подарки предприятие «Внеегаз» и Ленинская ассоциация многоквартирных домов. Дети от души были благодарны за столь необходимые подарки. Ты мой хороший! Ты мой хороший! Это тебе вот такой набор первоклассника. Выражаем большую благодарность я лично и от всех мам нашего общества, нашей районной общества инвалидов, администрации Ленинского городского округа. Всем неравнодушным людям, которые оказывают нам эту помощь, помогают нашим детям. Всего же подарки к 1 сентября получили 15 детей с ограниченными возможностями. 460 лет назад Булатниково было дворцовым селом. Сегодня здесь проживают более 400 человек. Местные жители вышли отметить юбилей поселения. Как это было, расскажем в нашем следующем сюжете. Теплым вечером на колхозной улице в селе Булатниково шумно. Поздравить самых юных жителей с большим праздником приехал клоун Алекс. В этом году Булатниково отмечает юбилей – 460 лет. Об этом, кстати, знали немногие взрослые, пришедшие на программу. Удивительно, что праздник так клоун, но приятно. Каждые подарки, шарик каждый. А пока дети играли с клоуном, на праздник подтянулись и их родители. Сидеть дома уже никому не хотелось. Хочется, конечно, им весь праздник. Они уже давно мечтают об этом, потому что давно все это закрыли. И давно не было таких увеселительных мероприятий. С импровизированной сцены прозвучали стихи о родине от воспитанников Центра мечта. Организаторы пригласили на праздник и хор соседушки. Ансамбль часто выступает на праздниках в Булатникове, поэтому жители с удовольствием подпевали знакомым мелодиям. Сегодня в Булатникове проживает более 400 человек. Конечно, летом число жителей увеличивается. Ольга Шишмолкина знает об этом месте многое, может рассказать о каждой улице в селе. И это неудивительно. Здесь она провела всю жизнь. Мы будем делать отсчет о первом упоминании о Булатникове. Это было в 1560 году, когда в летописях было упоминание о нашей церкви Родишества Богородицы, которая находилась в другой стороне железной дороги. И с этого, в общем-то, летоисчисление и пошло. Хотя я предполагаю, что мы, наше село родилось еще гораздо раньше. Спустя века село продолжает расти и развиваться. Конечно, во многом благодаря ее дружным, активным жителям. Тут вся команда наша, то есть весь народ, который здесь, принимает участие во всей жизни нашего села. Я хочу сказать, что народ настолько активный, что им только руководи и руководи. Наша самая главная задача, чтобы люди любили свою родину. Для кого-то она малая, для кого-то она большая, для кого-то это время как бы временного пребывания. Но все равно я бы хотела, чтобы люди, приезжая сюда, находясь на этой территории, испытывали комфорт. Праздник удался на славу. Ребята бегали с шариками и водили хороводы, а взрослые пускались в пляс. Зарядиться позитивом здесь смог каждый. Александра Столярова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. Подходит к концу лета, а вместе с ним и единственная смена в детских лагерях, организованных при дошкольных образовательных учреждениях. Сотни мальчишек и девчонок младшего школьного возраста и выпускники детских садов смогли отдохнуть в 26 лагерях, находящихся в Ленинском городском округе. Сегодня во многих из них прошли праздники закрытия смен. 25 ребят посещали лагерь «Солнечные лучики». За время пребывания они не только набрались сил, но и многому научились. Я порадовалась за вас. Вы стали за этот месяц взрослее, серьезнее, набрались здоровья. И самое главное, что я сейчас услышала, вы научились дружить. И что дороже всего на свете? Дружба! И это радует. В нынешнем году подготовишки детских садов остались без традиционных выпускных. Но благодаря лагерной смене праздник приходил к ним практически каждый день. А на закрытие смены сотрудники приготовили им приятные сюрпризы. Повара испекли замечательный пирог, а еще ребятам вручили подарки. Ну, как после такого не пуститься в пляс? И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok